Здравствуйте! В начале 20 века в семье зажиточного благовещенского плотника Ефима Каратаева родились две девочки. Точнее, девочек было больше, у Ефима вообще было много детей от двух браков. Но сегодня мы расскажем о двух его дочерях, Прасковье и Евдокии. Они вместе, так, в общем-то, бок о бок, можно сказать, прожили, хотя в разных домах жили, так сказать, в разных семьях, но вместе ходили все время. Ну, так бывало, что отец с матерью-то нам дали, в общем-то, старались детям своим дать музыкальное воспитание. Каждую неделю, так сказать, как-то в традиции было, приходили, играли мы перед ними, выступали. Вот они, Прасковье и Евдокия, на фотографии второй половины 20 века. Две сестры, прошедшие рядом по жизни, потерявшие близких, но до конца дней сохранившие достоинство и любовь к людям. Николай Юрьевич Хмара, потомок Каратаевых, внук Евдокии Ефимовны, хранитель нескольких уникальных семейных фотографий. Каратаевские дома находились от улицы Ленина вдоль Шимановской до улицы Зейская. И когда мы маленькими детьми их видели, когда ходили в школу, сколько лет здесь по этой улице, наблюдали, но мы не знали, кому они принадлежат и что это за здание. В одном из этих домов и подрастали сестры Каратаевы. Это они в 1916 году. На обороте фотографии есть трогательная надпись «Папаша и мамочки от дочерей Паночки и Дусеньки». Евдокия справа в форме женского епархиального училища. Она училась на преподавателя. Просковья рядом. После окончания гимназии она уедет в Иркутск учиться на провизора. В малаканских семьях детям, даже девочкам старались дать приличное образование. В это же время в Иркутске учится молодой человек из Благовещенска Павел Сельвинский. Отец его Зенун Карлович служит на Амуре по почтовому ведомству. Поляк Сельвинский прибыл сюда именно как профессиональный почтовый служащий. Кто бы мог подумать, что такие разные семьи объединит любовь молодых людей. Вопреки родительской воле, малаканка Просковья Каратаева выходит замуж за католика Павла Сельвинского. Говорят, по приезду в Благовещенска Каратаевым они не пошли. Оставили лишь записку. А когда уезжали, Ефим гнался за дочерью до самой пристани. Да не догнал. Но позже Каратаевы зятя признали. Сельвинские были в городе на хорошем счету. Да и времена наступали новые. Это был 1917 год. Впереди были большие перемены. У молодых Сельвинских родились дети Владимир и Надежда. В это же время и Евдокия устраивает личную жизнь. После окончания гимназии она познакомилась с приезжим, образованным человеком Хмаром Николаем и вышла замуж. У ней родились трое детей, в том числе мой отец. Дальше все было как у всех. Малыши подрастали, взрослые работали и надеялись на светлое будущее. Все рухнуло в 1938 году. Получилось так, что по доносам были арестованы дед мой Павел Зинонович, затем и прадед Зинон Карлович, дед Николай Зинонович, бабушка моя Просковья Ефимовна Каратаева. Сельвинский, его тоже арестовали, начали допросы учинять. Он на этих допросах не выдержал. Был второй этаж или третий, и окно было распахнуто. Он не выдержал, в окно сиганул и разбился. В 30-х годах это случилось. Забрали кормильца, она осталась без средств существования, собственно говоря. Я работала всю жизнь преподавателем. Тут, видимо, ей пришлось и работу оставить, как сами понимаете, в то время. А отцу моему не пришлось закончить школу. Николай Ахмару, Зинона Карловича и Павла Сельвинских их семьи больше никогда не увидели. Еще маленьким в гостях, бывая у бабушки, слышал какие-то разговоры. Но в те времена я мало чего мог понимать. И они боялись об этом тоже сильно разговаривать. Но я только сейчас понимаю, о чем они. Потому что среди ее подруг и в то же время и Просковья Ефимовна, которая к ней приходила, у них все их объединяло общая боль, вот эта многолетняя. Они прожили так в одиночестве, замуж они не выходили. После освобождения Просковья Сельвинская жила вместе с семьей дочери Надежды. Ее сын Владимир учился в Иркутске, там же, как и его отец, встретил свою любовь, прошел всю войну, женился и вернулся в родной Благовещенск. Просковья Ефимовна всю жизнь проработала в первой городской аптеке, была заведующей. И бабушка работала в аптеке у этой же Сельвинской, и тетки работали в аптеке. Поэтому там тоже свои, уже потом племянницы работали, там тоже своя династия. Евдокия Хмара, урожденная Каратаева, работала педагогом и также прожила всю жизнь рядом с сестрой и детьми. Судя по ее воспитанию, она была очень высококультурный, высокоинтеллигентный человек. И при том, получив вот это гимнообразование, она всю жизнь пронесла это до самой старости. Судьбы этих двух женщин, представительниц старинного купеческого рода, отражают судьбу всего поколения. Его надежды, несбывшиеся мечты, разрушенные планы. И все же они вырастили детей и внуков и продолжили историю своего рода. На сегодня это все. До свидания. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok